ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, всем еще раз привет. Возвращаемся в матч E-Home и Chaos Sports Club. Пока счет в серии 1-0 в пользу Chaos Sports Club. Вот так вот внезапно команда вышла в победу. Вперед, хорошо реализовав свой драфт с Нагой и с Вэрочкой, посмотрим, что случится во второй карте. E-Home, конечно же, постараются закомбечить. Других вариантов у них нет. Итак, Elder Titan у нас на ферст пик. Продолжает верить в этого героя E-Home. Это правильный герой. Все-таки сильный. Я думаю, что не в нем была причина поражения в предыдущей карте. Ответка от Chaos Sports Club. Это быстрый Джокиру. И думают, кого бы добавить. Джокиру плюс кто там. Ну, в Китае, вот, например, Джокирос, конечно, использует на четверке. В основном стараются ему больше фарма отдавать. Негрубой пятеркой. Ну, в Европе, да. В Европе больше Джокиру на пятой позиции. Spirit, который появился сейчас у команды Chaos. Вот он будет четверка, скорее всего. Пока тоже все логично. Все надежно. Надежная пятерка, надежная четверка. Раскрыли с саппортов. Кор-героев будут показывать позже. Ну, и надеюсь, E-Home как-то изменит свой взгляд и свой подход вообще на этот турнир. Потому что там, где они выигрывали майнер, уровень команд, конечно, был пониже. Там можно было поиграть и в лейте. Там дать антимага. Антимаг выиграет, нафармит. Здесь же за антимагов наказывают. Наказали Virtus.pro, наказали команда Chaos и Sports Club. И вот от двух разных команд, даже, казалось бы, на одном мажоре, но разных уровней в коллективу, все равно случаются проблемы с этим АМом. Поэтому, ну его к черту этого антимага. Взять какой-нибудь надежный пик, который хорош будет и в начальной стадии, который хорош будет и в мид-гейме. И попытаться им побеждать уже на скеле. Ну вот Faceless Void добирают себе E-Home. Многие китайские команды любят этого героя. Там те же King Gaming, например, на разных позициях этого Void используют. E-Home тоже. У них может быть и керри Faceless Void, и может Фейд Бьян в сложной на Void сыграть. Надежный персонаж. Действительно. Сильно в лейт с ним углубляться не обязательно. Он и в мид-гейме тоже при парочке артефактов свои сдачи выполняет. Ну понятно, там с оффлейна ему там Владмир нужен какой-то, еще что-то с позиции керри артефакта на урон. Так, у нас интересная ситуация, потому что в параллельной встрече Virtus.pro TNC играет победитель первых своих матчей. И сейчас TNC первую карту Virtus.pro выиграли. Вот так вот. Расклад забавный. Будет интересно весьма, если вдруг, не знаю, Virtus.pro будут играть Decider матча, например. Если и Хоум займут последнее место. Все прогнозы, конечно, аналитиков, да я думаю, что и любых зрителей пойдет под откос. Потому что предугадать, что и Хоумы будут сливаться в команде Chaos Sports Club, и то, что Virtus.pro будут сливаться с TNC, конечно, вряд ли кто мог. Но это первая карта и формат Best of 3, поэтому в серии можно реабилитироваться, это не проблема. Naga. Respect Bant и Хоум. Respect Bant Visage в первой стадии в том числе. Сигнатура к Chaos забанили. В ответ убирают Darkseer и Chaos. Все-таки думают, что Faceless Void будет на позиции керри. Поэтому банится Darkseer. Ну, тогда из таких соображений можно какого-то кентавра подбанить. Хотя, вот я не знаю, у самих Chaos тоже ведь у флейнера пока нет. Кстати, против Void тоже можно играть быстро. В этом есть смысл. Взять, например, к Джокеру еще кого-то Фуриона, может быть, да? Ну, что-то, что может очень быстро строение сносить. И играть против Faceless Void, который, ну, все-таки имеет свойство игру чуть затягивать больше к лейту, чем к вначале быть полезным. Потому что Хроносфера имеет высокий кулдаун. Faceless Void за хрону должен носить урон. Для этого нужны какие-то шмотки. Если, опять-таки, это не Faceless Void в сложный. То можно что-то вот поддавить взять. Ну, на самом деле, тот же кентавр бы к команде Chaos хорошо зашел. Оффлейн был бы кентавр или Spirit. Какой бы керри там не появился, ему будет непросто. Так, забанили пугну. Интересно. Что еще есть на оффлейн, помимо кентавра? Фурион есть. Интересный для Тава, он на нем любит исполнять. В пуле остался Магнус, кстати, тоже. Ну, вот не знаю. Вот, если не взять Магнуса в команде Chaos, то, по идее, Магнус может привиться у Хом смело в сложную. А Faceless Void поставит керри. Тайдхантер забирает Таву. Ну, забирает Мизери для Таву, естественно. Не знаю, может через Рубик туда поиграть. Ну, вроде бы есть Тайдхантер. Тут куча способностей, которые можно воровать. Неплохой суппорт на линии в том числе. Фейдбол дает, дэмэдж режет. Задумался, Вай. Больше сейвичевого характера взяли саппорта. Это Оракл. Пятерочка получается, Elder Titan 4. Войдет пока непонятно. Ну, ладно, Оракл это окей. То есть, да, Оракл в начальной стадии. Там на линии против Тайдхантера будет. Он может его поубивать. Тайдхантера сложно бить с руки, например. Ну, какими-то Purifying Flames пробить можно. Так, первая-вторая позиция. Для HFN и для Вихи. Ну, тут вообще предугадывать просто невозможно. Столько вариантов. Та же самая Верка, кстати, была бы неплоха. Она все еще бегает. Все еще Виндран нажимает. Феслос Войту сложно ее пробить. Дает Шеклшот. В какой-то контроль придется на нее тратить. А, Верочка появляется. Ну, вроде логично все. Хотят просто Киос повторить. Драфт делают схожим. И в ситуацию. Вогнать соперника тоже пытаются схожую. Когда будут от Киос идти вместе, быстро стараться что-то заканчивать, игру. Та, Верч купится там, не знаю, МКБ опять. Джекки Рос качает Liquid Fire. Будет давить. Пока звучит неплохо. Вопрос только с Керри. Наги уже не будет. Нагу придется поменять на кого-то другого. И Хоум надо прямо сейчас показывать, каков будет Феслос Войт. Хочется ли вот сейчас играть через Керри Войта? Против того, что есть у Киоса. Или все-таки поставить его оффлейнером, просто ради хроносферы. И взять надежную первую позицию. Такие герои, которые не испугаются Тайтхантера, не испугаются привязок. Да, это Хаскар. Интересная линия будет. Хускар против Верочки. Кто кого там обыграет на этой линии. Пока вот мне очень сложно сказать. Таких матчапов не часто встречал на прост-сцене. Верка против Хускара. По идее, у Верки, конечно, вот этот вот Виндран. Может ей спасти жизнь. Ну, тоже есть нюансы. Будем, короче, будем смотреть за этим противостоянием. Байнится пока Дроу Рейнджер. Так, привет. Я тут. Еще раз здравствуйте. Так, ну что у нас? Что у нас? Рассказывай. 2-0, что ли? Ну, Верка опять Тайтхантер. Не знаю. Киосы идут по протоптанной дорожке. Ну, это скажет, что у Юхому хороший ответ в этот раз. Вот раз это Войт, Оракл, Хускар. Слушай, мне нравится. Вот в этот раз прям нравится. Никаких антимагов. Агрессивный пик в ответ на агрессию Хаосов. Как мы поняли, что у Хаосов вообще стиль, да? Это агрессивная дота. Максимально давить. И Хоум отвечает этим же. Раз-таки это может оружие и сработает против Хаосов. О, да. Так, они, получается, сделали Фейслос Войду оффлейнером. Для Фейт Бьяна. О, да. В центре, так понимаю, Хускар Керри. Такой расклад. Ну, получается так, да. Получается так. О, да, конечно, круто здесь смотрится. Будучи в мид-гейме против Тайдхантера. Просто набирай интеллект, не хочу. Бей этот жир сколько угодно. Ну, против Веркина не так хорош, ОД. Ну, по игре я имею в виду. Интеллекта обычно в Верке хватает. Виндран есть. Фотомочка. Это да. Это да. Фантомочка. Слушай, я не знаю. Я вот как-то с опаской смотрю теперь на пике Хоум. Просто я не вижу особо классных сочетаний. Вот так смотришь. Вот сами по себе герои крутые. Фейслос Войду, Хускар от Волт Девауэр. Боже, один там лучший лейт, другой лучший мидер. Да, Хускар вообще что-то непонятное, которое вечно мешается и вечно создает проблемы. А с другой стороны, Кеос, во-первых, берут тот пик, который им нравится, которым они умеют исполнять. Снова Виха на Верке. Там купит себе ту самую МКБшку Аганима, опять пойдет пушить. В этот раз ИЧФН, конечно, не на наги играет, но тоже Фантомка. Один из таких самых неприятных персонажей в доте, которого тоже не знаешь, что ожидать. Либо три крита подряд, либо ноль урона, да, в замесе. Надежный оффлейнер, неплохие саппорты. Вот тут, вот мне просто сложно оценить. Вот вы видели, насколько хорошо их разваливают майнер, да, они на фоне других команд выглядели действительно такой машиной для убийств, когда они за турнир проиграли только одну карту. Но вот здесь, кажется, уровень команд немножечко другой. Здесь они приехали, ага, Виртус Про, ага, Кеос первую карту у нас выносит. На антимагах играть не дают. И вот-вот уже как-то вера в этот коллектив китайский у меня немножко пропадает. Не знаю, может быть, я, конечно, рано паникую за эту команду. Но, по-моему, у них не все так классно, как кажется. Вот начали за здравие, первую карту Виртус Про отжали, а потом три карты подряд проиграли. Но вот сейчас надо реабилитироваться в этой серии, иначе... Иначе сетка лузеров, Best of One, и, не знаю, Яховым там будет непросто. Мне так кажется. Ну, скоро узнаем. Мне пик в этот раз Яховым правда нравится. И я думаю, что тут у них шансов явно будут побольше. Мне интересно, как Хаос сыграет вторую карту подряд с Виндрейнджер. Вот это любопытненько. Насколько все будет хорошо здесь. Карты по номерам 2. Хаос удивляют. Как тебе... Немножко отличаемся, пока идут там заборы рун и так далее. Как тебе то, что Виртус Про первую карту Тинси отдали? Да, прикольно. Притом я как-то вот во время нашей предыдущей карты посмотрел стрим, смотрю там No One, а Тимбери GoodLight бегает. О, нормально. А бац, они проигрывают. Там, как я понял, Сларк просто в соло уничтожил все вообще, что было на карте. Я стрим не смотрел, я только увидел результат, да, поэтому... Что там произошло, могу только догадываться. Это интересно, это интересно. Это Виртус Про, который заливает первую карту. Да, они сейчас могут спокойно две забрать и... Вообще, я не удивлюсь ни капли. Надеемся на это. Было бы здорово вот подытожить сегодняшний игровой день тем, что ВПФ там в форме, грубо говоря, обеспечили себе проход в верхнюю сетку и все окей. Ну, с другой стороны, Десайдер Маки все еще остается. Можно же занять и второе место в группе, и нормально там иметь посев, может быть, получше даже, поинтереснее какой-нибудь. Хотя нет, с первого места, наверное, ты попадаешь на второе место в другой группе. Вроде как. Всегда же так было. Ой, слушай, я, честно говоря, не знаю, какая здесь система. Здесь на каждом турнире может быть своя система, там в плане кто-то на кого попадает, поэтому... Честно говоря, я не знаю. Это все левое. Давайте лучше за картой смотреть, у нас здесь тоже интересные вещи. У нас Эго на Хускаре будет играть на легкой в центре ОД в исполнении товарища АСД, конечно же. Но это он Фейдбьян на Войде. Флейн Войде. Посмотрим. Опа, нашел Вард, молодец, Чуфен. Сентрик поставил, Вард съел, заработал себе экспириенс, заработал себе денег. Баунти руны забирает сколько? Ну-ка. По две. По две баунти руны. Тут все нормально, тут все надежно. По линиям тоже без каких-либо неожиданностей, классическая расстановочка. Очень интересный, конечно, матчап Верка против Отвола Деваура. Ну вот вообще исконно считает, что ОД, конечно, мало кому линию может вообще проиграть, да? Как минимум стоит на равных со всеми, скорее всего даже будет лидировать. Интересно против Верки как это работает, потому что реально уже готов АСД отжимать территорию, уже давит Астрал, все дела. Единственный плюс у Верки это хорошие рейндж атаки, поэтому можно под первые Астралы не подставляться. Но вот все равно АСД находит возможность Астрал спрятать и добить Кривчика. Не так, чтобы прям комфортно бить. Так, снизу у нас Войт Оракл, тут пока все очень спокойно. Нарспирит пока себя не показывает, его пытаются найти, да, Оракл его находят и аккуратненько отгоняет. А это Хускара спрятали, получается, с нижней линии или наоборот поставили более агрессивный лейн против Отвола Девки? А мне кажется, специально поставили, чтобы можно было тут хорошенько прям подгнабливать милишный кэрри, что может быть хуже, когда ты против Хускара стоишь. Ну, перетягивается Астрал спирит сюда, это тоже полноценная трипла, с полноценной триплы, конечно, теперь уже проблемы могут возникнуть у YFTX вместе с Фантомочкой. Но Фантомочка перетянулась... Фантомочка, Хускар, конечно. Хускар перетянулся вниз, Фейт Биан уходит на топ. Дэдхантер тоже ТП, а тут Фотшун Сетт. Ой, что-то Тава не то сделал. Ой, что-то не то. Ну, кто уж перед носом у Оракла ТП-шку кастует, что это за новости такие? Может быть, он забыл, что Фотшун Сетт ТП сбивает? Не знаю. И перетяжка не удалась. Может быть, и забыл, на самом деле. Такой бывает. Оракл не так часто появлялся, может быть, ты забываешь, что механика несколько другая. У нас атака на Джакера, Джакера убивают, может быть, какая-то бут-контр-атака нет. Скорее, раз спирит вкатился, его здесь тоже могут принимать. Он уходит. Это 2-0. Польза команды и хом на топе. Контроль, ДД, ДД дает Астрал, но слишком поздно. Мне такое ощущение, что он мог попытаться задонать, но вместо этого, видимо, хотел только Астрал дать. В итоге ДД ВРК забирает. Но тут смещается Оракл, который сейчас АТД может подкорректировать. Вихарь-то поднимает и не подставляется. Ну, тяжело не подставиться, тяжело. Поэтому, да, ДД заканчивается очень быстро. ДД это была прям возможность по Крипстату догнать ОД. А сейчас ОД опять Астрал и ДНаи, ДНаи. Да, все-таки ОД посильнее, чем ВРК на начальной стадии, как минимум. Я думаю и дальше, что такая тенденция будет продолжаться. Слишком ОД себя комфортно чувствует, слишком хорошо на этой линии. Все прекрасно в центре у команды Ехоум. Все прекрасно на крайних линиях, с учетом того, что здесь сделали два убийства. Тава пешком, мы помним, ТПшку ему обломали. Убили, он пешком добрался до верхней линии. Только после этого перетягивается вниз Фантомочка. Тейтхантер очень много упустил. Будет набирать свое. Но не знаю, теперь снизу стоит Фантомка против Элдер Тайтона и Хускара. Тоже линия не из приятных. Вот уже наполучал несколько Burning Spur себе в спину. Горит. Есть, конечно, три танга, но все равно к Крипам особо не подходит. Так, у нас смещение вниз, да, Расперид перемещается. Сразу же на Балдере влетает. Хускар. Бежать. Просто пока руками бьют. Сюда подходит Оракл. Будет ли какой-то подсейв. Подсейв есть. И тем временем там Фантомка погибла. Просто от копий догорела. Сгорела, да. Действительно. А Хускар не погибает. И Джокиро, не факт, что уйдет. Он сцепляется. Еще один Парефайн и Флеймс. И легкое убийство. Можно еще идти в Фортен Сэнд, привязать Парефайн и Флеймс. Но это уже было слишком. Не знаю, Фантомка-то вернулась, конечно. Но опять сделают еще одно убийство. 5-0. Добивать в FTX хотя бы HFN. До конца Стивлинг Даггер буквально через секунду прыгает Фантомочка. Переключается на Оракл. Оракл Фортен Сэн снова. Да и потом уже Титан подрегенился. Фласку нажал. Жаль, что мана нет. Может быть вернулся. Ничего нажать, кроме редклика, не может. Но неплохо. 5-0 у команды Ехон. Счет на данный момент. Грех жаловаться. Да, причем на Тонько выиграли. Там мало здоровья оставалось у всей триплы. У каждого из ее представителей. Но все выжили. Удивительно. Ой, Вайк пошел от Тир-2 отдаваться. Его перехватывая здесь Кингер Дим. Мне кажется, он прочитал просто. А что будет делать Оракл? Оракл, конечно, может пойти на базу подрегениться. Все дела. Но сейчас так не играет. Сейчас же отдаются Тир-2 вышки. АСД в соло на Вихо напал. Вихо на Виндране. Да, вроде бы Виндран есть. И вроде бы тебя АСД не убивает. Но тебя отзонили. От тебя отзонили к Тир-2 даже. Там уже вышка пушится начинает. От Волдуар вообще ничего не боится. Даже никаких ТПшек. Давит и давит. 25 на 9. Ну да, разница в 7 крипов чужих и в 4 в своих. Пятый уровень пока. Я думаю, сборка будет более чем классическая. Что у тебя? Фейт Бьян против Тайт Хантера. Тайт Хантер, конечно, против Фестл Своида стоит идеально. Против Милишника. Даешь анкар смеш, добиваешь крипов. Снизу драка. Дуал Бресс. Пытается пробить Салдер Тайтона. Так, ну и просто укатывается отсюда ребята из Кеос. Кажется, понимали, что где-то опасность. Что может быть больно. Там вроде бы у Хускара еще нет ловла 6. Но все равно вторые Burning Spare. Они доказали нам, что уже можно сделать фраги. Даже Фантомка уже сгорала от этих копий. Страшновато. Притом сами ведь Хаус здесь и могли убивать Тан. Они его закрыли Бутербродом. Но страшновато, что будут ненужные размены. Невидимость ОД выходит на Виху. Да, это Астрал. Было бы какой-то плюс 1. Наверное, можно было поболтать. А плюс 1 ведь... Ну, это Титан. Таном тут, конечно... Каши не сваришь. Я поставил вард сейчас и все это видел Виха. У него стоит собственный вард. Есть информация. Можно принести Сентрик себе. Заработать еще экспо и денег. Клики прошли уже. Да, мог купить мне Сентрик. Скличит Виха. Я тут сейчас разрулю. Так, ну по Крипстату тем временем видим комфортная ситуация у представителей Ехом. Первая, вторая, третья позиция. Ну, хотя там равен. Там посмотреть никто сильно и не отстает. Лучше, наверное, по Нетворсу глянуть. Ну, по Нетворсу здесь у Ехом все-таки полный порядок. На топе ОД перетянулся. Убили Тайтхантера. За Хроносферу. За Санитис Клипс. Не пожалели два ультимейта. Сделали фраг. Насколько нужный фраг, насколько важный, сложно сказать. Но все-таки у команды Кеос Тайтхантер выступает в роли оффлейнера. Это-таки корр позиции, поэтому убивать, наверное, нужно. Тем более, это облегчает на какое-то время Фейслос Войду фарм. Так, Фейза появляется у Хускара. Совсем скоро будет уровень 6. Совсем немножко осталось. Такое ощущение, что Джакира готов убивать сейчас. Связывает воракл. Подходит Хусик. Ну, нет-нет. Ничего серьезного. Абсолютно ничего серьезного. Без ультимейта такой не работает, конечно. Вроде бы Фаджи Цент. Все понятно, притормозили соперника. А вот прыгнуть и добить пока нечем. Надо оставить в соло Хускара чуть-чуть хотя бы. Там пусть получает левел 6. Иди какие-то отводы делай. Ну, ай. Не мешайся. Дай человеку выиграть игру. Что Фантомки? Фантомка 2.300, кстати. Вот совсем плохие дела у Ичфена. Ну, прям не совсем плохо, конечно. Но все-таки последний интвор среди кор героев. ПТ и что же собирать не ясно. На топе атака Фейдбьяна смогли забрать. Хорошо. Перетяжка от Вихи. Перетяжка от Орспирита. Клэрити сразу использует Виха. Ну, и попробовать, наверное, забрать Р1 надо. Да не то, чтобы пробовать. Прямо забирать надо смело. Снизу тоже драка. Хускар совсем немножко до ультимейта не хватает. Мизери пытается спрятаться. Есть повершот. Хускар понимает, что по ходу дело дрянь, может быть. Но как-то неохотно. Я думал, что будут все прыгать. Но они как только увидели ОД, Ичф передумал нажимать фантом страйк и просто ушел. Просто ушел на центр. У нас будет такая небольшая перетяжка. Ичф на тебя совсем по карте найти не может. Везде гонят, везде обижают. Таким образом, конечно, ты быстрый БФ себе не нафармишь. Это не та игра, где у тебя там за спиной есть Лич, Гримстрок, да, и еще и плюс ко всему Магнус. Здесь все-таки ты сам себе предоставлен. Поэтому надо и БФ покупать, и изоляторы, и БКБшки, и все остальное. Для этого, конечно, нужен комфортный фарм. Но и то комфортного фарма БАНе никто не дает. В то время как УИКОМ полный порядок. Нападение снова на Таву. Отличный хувстом. Пьян рядышком готова хромосфера. Если что, есть Саленс в Кингарде. Ну, хрома все-таки ставится. Да, стакаются тут копии. Не знаю, не должен наживать Таву. Не, ну, убил, убил. Вот он сгорит, конечно. Он пытается до концов-то размениваться. Странно, что никаких телепортов. Ну, ладно, у враги телепорта нет. Шакера телепорта нет. Только что Расперед мог полететь, но он тут... Ладно. Снизу у нас убийство Оракла. Но беда в том, что Виха отсюда не уйдет. Получает Вин... Поднажимает Виндран, но просто ручками все равно после Виндрана добивают. 9-3. А это то, почему Элдер Тайтон хорош против всяких там Сларков, Верочек и прочих мобильных персонажей, но очень тонких. Ты нажал, вроде бы, какую-то кнопку, там, либо, вот, в данной ситуации это был Виндран, либо Шадо Дэнс. И все равно получаешь Овстом, все равно стоишь на месте. При грамотной игре твои тиммейты сразу не разбудят соперника, а подождут. Атака в центре пошла. Не самая удачная, да, тут Кингер Ди немножко обломался, пнул в итоге не Оракла, а пнул Фантомочку, и поэтому Оракл спокойно выживает. Ну, пятый уровень, вообще, Вай даже не имел возможности флос-промисс на себя нажать, но... Ошибся, ошибся, Эрф. Ну, было 2000 преимуществов с командой Хома, осталось 1000, пока 9-3, вроде по фрагам полный. Порядок. Ну, ОД фармит. ОД фармит прям люто, есть барабаны уже готовые. Такая стандартная сборочка для того, чтобы вот уже на ранних стадиях помогать своей команде драться. Дальше Яша. Ну, мы знаем, что после Яши Кай Яша. Там блин какой-то. И вот ты говорил о том, что действительно ОД здесь опасный герой, потому что может просто взорвать глупых героев соперника одним своим мультимейтом. И глупых героев здесь хватает. Это и Фантомочка, и Тайтхантер, по ним с антициклипс будет заходить хорошо. Поэтому вот сейчас, конечно, раскачиваться ОД желательно не давать. Как минимум ему не фидить. Я уж не говорю про то, что его нужно вообще убивать. Да, не стоит забывать, что кроме ОД еще и просто его. Это Хускар есть, у которых тоже пока дела идут неплохо. Фантомка на центре, пытается убить Орак, лада, прокует крит. И теперь нужно отсюда аккуратненько уйти. Телепорт. Может быть опасно. Все в порядке. Уходит, Фантомка перетягивается вниз. Тут имеется Верка, можно попушить немножко. Да, причем, ну, такая. Не то, чтобы это наглость, конечно, но HFN подбирал так, чтобы сделать ТПшку именно на Тир-2 снизу. На Тир-1 снизу. Чтобы иметь возможность сразу фармить. Не знаешь, не в панике ТП два раза и на базу улететь. А с идеей, идеей остаться и идеей для того, чтобы фармить дальше. Путко перехватить. Да, вот, да, вот здорово. Зато Джил Хукстомп просто не подставляется. Встал между самим Элдер Тайтоном и между его Астрал Спиритом. Красиво сыгран. Там он молодец. Есть Владмир. Хватает на Аркейн Буци. Левел 8. Рэвидж уже готов к использованию. Ну и можно под какой-то смок, в общем-то, его реализовать. Собираются вместе. По центру есть ли там смок. Смочок. Нет. Нету, значит, и не надо. И опять, посмотрите. Во-первых, забирают Джакиров. Во-вторых, забирают вышку Юхомы на топе. То есть тоже проявляют активность. В-третьих, и что, наверное, самое интересное, продолжает Виха настаивать на своем айтем-билде. И он действительно не делает какие-то там молнии себе, не покупает ранние блинки, дезолятор. Он делает сразу МКБ. Дорогостоящий артефакт. Особенно на чайной стаде, когда у тебя нет айтемов, ты сразу МКБ делаешь. Но если ты собираешь, импакт возрастает просто несколько раз. Твой фокус фаер не щадит. Опа, поймали этот аж спирита. Пытался он укатиться, но... Остановили его. Остановили. Есть астралы. Его убьют. Айтхантеру нужно на центре уходить. Не будет никакой поддержки. Абсолютно его связывают. Но в случае чего имеется хроносфера. Но, правда, хроносфера его кастовать не особо хочет. Хотя тут вся команда. Хроносфера ставится. Перекрывают проход. Айтхантера, конечно, убьют. Хотя с большим трудом. Большущим трудом его убили. Рэвидж тратить он не стал. Стики тоже не использовал. Но оставляют, видимо, для драки. Ну да, рэвидж было бы странно сейчас отдать. Индрашан сразу ходит и хом. Но вот правильно. Подкреплять свою доминацию нужно. Чем-то, например, забором Аегиса. Но как-то стесняются пока. Ну, тот самый оставшийся рэвидж. Все-таки не так много времени в таверне проводит Айтхантер. Быстро воскреснет. Рэвидж там забрать и хом мы не успели. Возь какая-то драка. И могли быть проблемы. Фантомочка пока под шумок в фарме. Ну, вот тоже до демонеджа добраться. У них такая игра. Вместе с VR'очкой. У Фантомки, у VR'ки добраться до демонеджа. Дорогостоящий айтем, который купить на 15-й минуте всегда непросто. Потому что драки могут быть какие-то. И денег слишком много. Не так много, как Сакртреклик, конечно. Но, тем не менее. Так, и идут под смоками сами вперед уже Киос. Готовы драться. Отходит и хом. Понимает, чем занимается оппонент. Но в это время, правда, вихан. Опять-таки, руна волшебства. Это мы уже видели, как работает в руках VR'ки. Просто руна волшебства. Просто фокус фаер. Сносишь какое-то строение. Сносишь какого-то героя. Повторяем потом. А в будущем мы понимаем, что там будут какие-то аганимы. Кулдаун минимальный. Дэмэдж максимальный. Импакт. Игра гениальна. Руны богатство забирают по две штуки. Обе команды пока. Ну, как-то их хом то вырываются вперед, то и преимущество их падает. Ой, поймали сейчас Фейт Бьяна. Отличный геомагнитик грипп. Подай спас. Но только боюсь, дэмэджа не хватит. Да, Фейт Бьян просто прыгает. Устанавливает часть здоровья себе. Подтягивается вай. Здесь же ОД. Здесь же Хускар надо продать. Верс Перет. А остальным уйти. Уйти Джекиросу в первую очередь. Ну, обидно, обидно. Нереально, по-моему, никак. На итоге Расперед погибает третий раз подряд. Уже очень давно он не убивал. Фантомочка. Еще немножко-то бэфа. Потерпеть. Потерпеть по команде. Да и вы, может быть, в мидгейме. В мидгейме у хаосов будут шансы. Пока очень трудно бороться. Так, то у них все хорошо. У них реально у всех коров. Но может быть Тайд просел, но Тайда многое не надо. До счастья. Есть у них там Владмирс. Купить себе Блудмейл. Кстати, классная идея. Против Хускара. Против Войда. Реально. Очень будет полезно. Купить БМ. Против УД особенно может быть приятно. Но пока Хускар с ДД. Хускар ищет. Опа. Файбинс. Айлэнс. Надо связать. Связка пошла. Но очень-очень боятся. Смотрите, как боятся. Команда вся была рядышком. Там любой сейф. Будь то это Фолз Промис. Будь то это Астрал. Хроносферу поставили. Тайд Хантер. О, какая цель. Ну, Рэвэдж, что в этот раз он даст. То есть и захочет. Санте, Сэклипс Мизери чуть не накрыл. Байбэк от Тайд Хантера. Даже так. Неужели будут биться? Шоколшот неудачный очень. Эго прыгает. С Армлетом переключает. Волучает Фолз Промис. А Тайд Хантер погибает после Байбэка. Верку поймали на Виндране. В Астрал. Они пошла в атаку. То есть они могли убивать. Но без этого все в панике бежали. Не, по-моему, вот это уже все. Ребята просто что-то поплыли. Очень важная драка. Они сейчас столько отдают. Жесть. Они отдают Рошана. То есть они Рошана не задефили. Там, понятное дело, там больше находиться. Рашпите не будут. Пойдет фармить. Но это очень грустная история. Неистовое желание подраться прямо здесь сейчас подревать. В итоге не уменчалось успехом. Ну а как эта драка могла вообще выглядеть, когда у вас ВР-ка имеет ничего из собранных артефактов? Я имею в виду более-менее дорогостойчив. У фантомки плюс-минус то же самое. Купите хотя бы себе по одному нормальному артефакту. Желательно по два. Потом можно помогать. Подрывать, влетать, давать какой-то дэмэдж. Потому что одним пока демонеджем. Ну, простите. С таким ты особо противника не удивишь. В итоге действительно отдают слишком много. И холмы сейчас. Во-первых, воодушевлены победы в предыдущей драке. Во-вторых, конечно, Рошаны. А Егис в руках Хускара просто гонит его вперед. Ну и будут сносить строение. Там осталось, получается, 4 внешних тавера. Будут их забирать. Силы света не отдали врагу верхнюю борьбу. Ну, где-то пытаться выигрывать. На, атаковал Хускаро уже остановить трудно. Смотришь на его предметы и понимаешь, что жесть. Ну, вот Верка выходит. Хускаро вообще наплевать, посмотрите. Ему просто все равно. А Верка фокус файер использовала. Ультимейт в данный момент. Не самый, может быть, сильный, но все же ультимейт. Да, в какой-то момент, наверное, нужно просто отпустить. Отпустите эти вышки, отдайте сопернику. Черт с ними, пусть забирают. Ну, вот Вихо просто теряет время сейчас в центре. Ну, вот он же не фармит. Ну, вот нужен демонейт. Еще пять сотен голды. Так, а тут Хускаро на ровном месте Айкис потерял. Ого, это пауэршот залетел? Лол. Возможно, возможно, залетел пауэршотик. Там снизу легкая атака. Тайтхантер. Больно. Тайтхантер. Нагибает Тайтхантер. Там на центре параллельно ставится хронсфера. Закрывает Виндрэнджер. Виндрэнджер. Да, минус Верка. Жакирует там, как-то отспавнилось. Ипа, папа, папа, снизу, очень фэн. Угу, угу. Они все погибли. Погибает почти вся команда. Нарисперит и Джакиру только два саппорта оказываются живыми. Ускар продолжает душить центр. Там на топе еще могут найти УД, но... Хотя непонятно, кто кого. Он может сейчас ультимейт просто нажать и убить. Оу, три удара. Джакиру авг стал. А, вот теперь Санециклипс и спрятал в астрал еще, боже. 52 интеллекта забрал. Пок-чамп. Минус пять. Ультра килл. По всей карте происходит ультра килл. Тоже по всей карте. И Хускар ломает вместе с Бэйсос Войдом казарму. Чего же так легко-то? Собственно. Интересно. То есть ребята из Кеос в момент агрессии соперника и не засплитпушили. И не защитили центр. Вообще ничего не сделали. Просто нафитили. Это при том... При том, что их омы... Ну, простите за выражение, но они облажались, когда потеряли Аегис, только что приобретенный. На ровном месте. И вот это странно. То есть... Казалось бы, за это можно наказывать как-то. А в итоге наказали самих ребят в Кеос. Ну, причем да, действительно на ровном месте. Без какой-либо драки даже. Ну, вот добралась Фантомка только-только ДБФ. И, естественно, тайминг ужасный. Тайминг 21 минута. Это прям совсем мало. Совсем поздно, точнее. Мало денег. Времени много. ВР-ка до сих пор без МКБ. До сих пор. 21 минута. Ну, сейчас купит. Сейчас купит. Не драматизирует. Сейчас вот прям возьмет. Вопрос только в том, изменится ли что-то того, что на МКБ купит. Вот это интересно. Находят Элдор Титана. Он достаточно жирный. О, тут еще Эншент вставляет. Все, Войт без Хроносферы. Попытка убить Оракла. Почему-то Фейтседик дал на себя. Странно. Мог бы дать на Фантомку. И все. Дело было бы в шляпе. Войт в погоню дальше. Связка на Фантомку действует недолго. Есть повершот. Убили Джак Хиро. Только что пока. Но должны убить Оракла. Оракл, да. Оракла убили. Но при этом и теряют. И Тайтхантера, и Виндрейнджер. Потому что там пришел драку Мистер Хоускар. Есть Хроносфера. Но тут ГГ. Да. Просто HFN такое ощущение сгорел. Нажал ГГ и просто лигнул в соло. Как тут играть? Как тут играть? Он просто, видимо, прокликал Солотых Ускар и сказал не. В следующий раз. На следующей карте. Вот прям. Вот выглядело так, как будто ребята из Кеос. Вот все свои силы. Вот просто все, что у них было. Они так выложились в первой карте. Здорово ее провели. И потом все, знаешь, без ресурсов остались. Ну, потому что вторая карта, например, какая-то совсем никакая получилась у этой команды. Ну, ни Лейнинг, ни Мидгейм, ни драки за Рошана, ни Сплитпуш. Вот ни один из этих атрибутов, основных атрибутов игры, он не сработал у команды Кеос. Хотя, ну, вроде так смотришь, но пик-то неплохой. С идеей какой-то. Ну, центр сильно проиграли. Сложно сказать. Где-то лишние драки, где нужно было посплитфармить. Ну, ладно, что есть, то есть. 1-1, а ждет третья карта. Конечно, E-Home непростый. Только кто-то сомневался. Неужели кто-то думал, что сейчас E-Home 2-0 проиграют и вылетят? Не-не-не, не в этот раз. Не сегодня. Да, посмотрим третью карту. Действительно, друзья, интрига сохраняется. Давайте небольшая пауза, мы вернемся в прямой эфир с драфтами карты под номером 3. Не уходите. Знакомьтесь, Джимми. Джимми две куртки. Да, он носит две куртки. Где угодно и в любую погоду. Потому что Джимми в одной куртке уже не Джимми. Новый Акс с активными микрокапсулами активируется от тепла тела. Он обеспечивает сухость, даже если на тебе еще одна куртка. Субтитры делал DimaTorzok Analytics gives you the advantage of getting to answer questions in a faster time. In esports, you have a topic where all those technologies can be applied with an actual great purpose.